МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь уже вышел и за пределы Краснознаменска. На новогодних каникулах игры нашего двора прошли в Кубинке и Голицыно. Сегодня в нашей студии кураторы проекта Виталий Кузьмин и Олег Александрович Рожнов. Здравствуйте. Добрый день. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в режиме прямого эфира 8495 508 86 84. Звоните, задавайте ваши вопросы гостям в студии. Кроме того, мы также сейчас в прямом эфире в социальной сети Instagram, где вы также можете оставлять свои комментарии. Есть у нас в стране такая традиция, день рождения, значит, надо подводить какие-то итоги. Тем более 5 лет, первый юбилей. Давайте начнем по порядку. Виталий, как этот проект создавался? Как идея родилась? Самое первое мероприятие прошло 8 августа 2015 года. Оно было создано, по сути дела, для моих детей. Мне бы хотелось, чтобы был какой-то досуг, который связан не только с играми на компьютере, но и все наши любимые игры детства, которые мы делали в наших дворах. Мы оповестили родителей, которые готовы были бы нам помочь в этом деле, которые помогли бы пригласить детей. И самое первое мероприятие, это было в парке на Новом озере в Краснодарском. Оно собрало примерно 150 человек, это был День физкультурника. И после этого мы поняли, что масса мероприятия – это здорово, но необходимо обучить родителей, чтобы они понимали, для чего этот проект, понимали, как они могут участвовать в жизни собственных детей и поддерживали ценность проекта о том, что интересные игры есть не только на компьютере. И самый первый наш двор был, это когда мы уже начали, так скажем, показывать родителям, что это здорово, мы собрали 34 ребенка всего лишь, это было на уровне… Не так уж и мало, 3-4 ребенка, целый класс. Согласен, но несколько позже мы расскажем о достижениях нашего проекта, я думаю, что вы поймете, что это действительно была стартовая точка. Всего лишь. Да, а что в дальнейшем проект развивался, и он действительно востребован, и он очень поддерживается родителями и властями нашего города. Действительно, это проект, который затронул души всех людей нашего городского округа. Олег Александрович, вот Виталий сказал, что вспоминали те игры, в которые играли в детстве. Вот вы в какие игры играли в детстве? Во дворе, кстати, много времени проводили? Во дворе мы проводили все время, потому что в наше время я жил с семьей, в комнате 16 метров с родителями и сестрой, и, естественно, в этом помещении делать было нечего, и все свободное время от уроков мы проводили на улице. А потом, когда я уже тогда жил в Ярославле, затем я жил в Москве, в Подмосковье, и мы видели, что люди мало между собой общаются, иногда не знают, кто в подъезде живет. И вот такие вот мероприятия, как праздник двора, как праздник дома, и вот такая системная акция, как игры нашего двора, они позволяют не только познакомиться, весело провести время, просто объединяют людей, живущих вместе и рядом. Поэтому, когда я пришел к депутатам, избрался в Мособлдуме, именно от этого округа, я стал помогать и в материальном обеспечении, вот эти все расходные материалы, вот эти пластмассовые шарики для снежного боя. Детишки любят их брать себе на память, и это здорово, это им напоминает о веселом времени, и мотивирует выходить в отбор еще. И дома можно продолжить? Можно, да. Мы когда вот последний раз проводили в Голицыно, мы оба сошлись на том, что ребята, кто-то целился не только с площадки на площадку, но и попали, нам тоже в лоб досталось. Уже меткие были ребята. Меткие ребята, хорошие, добрые ребята. Вот, но это все весело и интересно, поэтому я стал помогать проводить, сам участвовал в этих играх. Ну и мы в прошлом году решили, что пора предложить этот проект в другие дворы, в другие города и поселки. Но вот эта пандемия нас немножко отодвинула, но сейчас зима, холодное время года, и уже все, люди больше на улицах общаются. И поэтому вот такими зонами для проведения мероприятий мы собирали по 40-50 человек в каждой зоне, но вот 200-250 человек и в Голицыно, и в Кубинке уже вышли поиграть с нами. Это очень здорово. Виталий, ну а все-таки игры вашего детства какие были? Я вспоминаю, в первую очередь, казаки-разбойники. Сейчас абсолютно не помню, как мы в это играли. Я вам расскажу, надо стрелки рисовать, по ним следовать за тем, кто убегает, зачеркивать. Это целая большая, целый большой квест. Вот сейчас это квест, говорят. Да, в некоторых дворах многое, как сказал Виталий, зависит от родителей. Важно родителям, вот в хорошем смысле, посеять эту интересную инициативу, чтобы они потом во дворе, им не нужны были ни Кузьмин, ни Рожнов, они выходили сами, они уже друг друга знают, инвентарем мы можем помочь. Но сейчас звук есть у всех, колонку вынес, включил музыку с телефона, все весело, а когда они видят, как вот веселятся их дети, как они прыгают, перетягивают канат, для родителей это очень важно. И это объединяет, объединяет и семьи, и дворы. Виталий, на какие игры ориентировались, когда создавали игры нашего двора? Ну, ты задали немножко вопрос про мое детство. Я родился в семье офицера, поэтому мы ездили по военным городкам, и у нас подручных таких средств не было, у нас не было действительно ни канатов, ничего. Мы в основном играли в футбол, у нас действительно такое спокойное, бедное детство, так скажем. Счастливое. Счастливое, но спокойное, то есть у нас не было такого яркого инвентаря. Весь инвентарь, он приобретался постепенно в процессе становления дворовых игр, в связи с тем, что родители хотели поиграть, то одни игры вспомнить, то другие, потому что по первой мы вообще инвентарь просили спустить родителей из своих квартир, то есть они все-все-все, весь инвентарь сами собирали, и начинали играть со своими детьми, обучали других родителей, что это можно. Потому что ведь я немножко уже как бы не совсем молодой человек, а у нас есть уже родители, которые родились после 2000 года, и уже вот в эти годы меньше было дворовых игр, и они даже уже иногда даже не знают тех игр, в которые мы играем, потому что я не буду всех игр говорить, они, может быть, не совсем безопасны, так скажем, в современном обществе, но в связи с отсутствием инвентаря мы в них тоже играли, и это было очень интересно. Слава богу, выжили, когда сейчас придет и говорит. Ну да, но я бы не сказал, что это было настолько опасно, что можно было чувствовать себя в опасности. Но в то же время, действительно, сейчас очень много, индустриализация, она пошла вперед, и в том числе и в положительном случае это сказывается на инвентаре для детских игр во дворах, поэтому мы и пользуемся, и считаем, что это хорошо. А насколько было сложно организовывать именно первые игры нашего двора? Вот одно дело, игру придумать. В принципе, да, идей много, есть где почерпнуть, а другое дело, мне кажется, людей вот в это вовлечь, потому что мы привыкли все закрываться дома, в своей квартире, где она надежна, тихо, спокойна. Вот тяжело было людей раскачать? Вы абсолютно правы, что это самый тяжелый и глубокий процесс. То есть люди, которые знают о нашем проекте, они должны понимать, что это ни в коем случае не анимация, а это действительно поднятие родительской инициативы. И это самый сложный процесс. Вот те игры, которые мы делали в Кубинке и в Голицыно, мы потратили на их организацию все новогодние праздники. Абсолютно каждый день мы занимались этим процессом, потому что для вас этот проект новый, мы сейчас возвращаемся в ту стадию, как мы были 5 лет назад, потому что родители сначала спрашивают, что это такое, как им принимать участие, для чего это происходит. Но единственное, что радует то, что родители поддерживают всегда идею, что они хотят, чтобы их дети были лучше. А от игр с собственными детьми на свежем воздухе их иммунитет лучше, микроклимат в семьях от этого становится лучше. Ну и в целом это очень весело и интересно. Но мы уже неоднократно в этой студии сказали про Кубинку, с которой игры нашего двора начались в Одинцовском округе. Ну и, конечно же, наша съемочная группа не смогла отказать себе в удовольствии отправиться на этот праздник. И я предлагаю вспомнить, как это было. Эмоции бьют через край, говорят участники игр нашего двора. Уже 5 лет проект укрепляет семьи, сплачивая родителей и детей. В этот раз праздник пришел в Кубинку. Наша задача – предложить людям игры на свежем воздухе. И детям это взамен гаджетов, что можно играть. Здесь несколько площадок – это и гонки на тюбингах, перетягивание каната, прыжки через канат, веселая эстафета. И это еще не все. Сладкие призы, горячий чай – отличный бонус к празднику. В программе подвижные игры на любой вкус. Среди них рисование красками на снегу, бокс с макеварой, боулинг. Организаторы проекта добавили креатива, чтобы вовлечь в праздник детей всех возрастов. Очень хороший аниматор, и детям очень много предоставлено занятий, развлечений. Ну и, конечно, приезжают теплый чай, горячий, классный, свежий, вкусный, сладкий конфеты. Спасибо большое всем, кто организовал этот праздник. Очень здорово, весело, на свежем воздухе. На каждый возраст здесь есть свои конкурсы. Это мне нравится. Старшие играют в мячики, перетягивают канаты. Маленькие могут побросать просто мячики. Поэтому спасибо организаторам за такой праздник хороший. И даже призы получили. Проект «Игры нашего двора» открыт для всех желающих. Такой праздник можно устроить у себя бесплатно. Для этого необходимо связаться с организатором проекта. Мы можем провести мероприятия в каждом дворе, в котором захотят. Основная задача – это найти 5-10 инициативных родителей того или иного двора. А всю остальную организацию мы поможем все рассказать и показать на месте, потому что у нас техническое задание для внедрения на любой твитторе готово. Организаторы проекта уверены – «Игры нашего двора» не уходят бесследно. Помимо новых знакомств и хорошего настроения, этот праздник служит стимулом для родителей и чаще отдыхать с детьми на свежем воздухе. Проведенное вместе время бесценно. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Главная тема». Сегодня мы говорим об играх нашего двора. 8495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы на тему сегодняшнего эфира. Виталий, да, вы сказали, что вы, в общем-то, организовали это для своей семьи. Вот почему решили не ограничиваться своей семьей, да, сначала 34 ребенка включили, и теперь проект, в общем-то, смело можно, наверное, назвать областным. Ну, сейчас в связи с современными трудностями семейными, зарабатывать деньги родители должны, у них есть бытовые проблемы, их надо решать. Соответственно, внимания детям уделяется, ну, им все меньше и меньше, но недостаточно. Поэтому я считаю, что этот проект может стать как минимум региональным, а как максимум федеральным, потому что, я как уже говорил, каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок стал лучше. Здорово, когда аналогичные проекты, как мой, будут иметь поддержку и внедряться на больших территориях, и иметь существенную помощь в воспитании собственных детей, и в их развитии, ведь игры на свежем воздухе – это и физическое развитие, это и умственное развитие, потому что здоровый ребенок, потребляющийся, так скажем, кислород мышцами на свежем воздухе, это помогает и развивать его умственные способности в том числе. Быстрее уроки сделает просто-напросто. И, вы знаете, сейчас некоторые родители могут смотреть и говорить, слушай, ну что они придумали? На самом деле мы ничего не придумали. Ничего нового, да. Мы напомнили о том, что можно делать. Если в каком-то дворе, не пользуясь даже нашими информационными услугами, родители сами объединятся и сделают праздник, это будет замечательно. Можно любую из этих игр взять, можно прибавить что-то свое, там и мини-футбол, кто-то больше увлекается баскетболом. То есть мы напомнили родителям, что этим можно заниматься. Если говорить о масштабировании, да, вот проходит под эгидой, я как куратор в Московской области проекта «Культура малой родины», это часть нашей культуры. Мы немножко ее забыли, да, в наше время, в детстве про игры говорили, мы там волк яйца ловил, я помню, но там много не наиграешь. Гаджеты нашего детства. Да, сейчас гаджеты более развернутые и могут людей увлекать детей на много-много часов. Это не очень хорошо, нужна физическая активность. Насколько вот они румяные, задорные возвращаются, и родители, и это родители эмоции тоже. И когда мы пришли 8, 9 и 10 во дворы, мы увидели, что выходят люди, которые, не знаю, некоторые семьи просидели с 1 января у телевизора, максимум, что они делали, прогуливались по улице, но этого мало. Детям хочется бегать, двигаться. А когда эти соревнования начинаются, детей некоторых от каната просто не оттащить. Ничего не нужно. Как, знаете, был анекдот про одну там страну, что, чтобы отвлечь трех человек от плохих действий, им нужно кинуть баскетбольный мяч. Так вот детям нужно кинуть шарики или дать канат. И все. И они весь день будут его тягать, и потом будут замечательно есть и замечательно спать. Поэтому ничего нового там ни Виталий, ни мы вместе не придумали. Мы напомнили о том, что было в Советском Союзе, о том, чем можно заняться в выходные. Иногда человек смотрит в окно, ну а почему я пойду там, да, родители? Зачем мне это надо? Зачем мне это надо? Но должен кто-то появиться, созвониться, и 2-3 семьи, когда начнут вот это движение, двора живет. А двор живет, детям будет в нем интересно. И вместо того, чтобы слоняться по подъездам и думать, чем заняться, дети, у которых там, может, нет возможности в квартирах, там чем-то развлекаться, гаджетов нет. И вот от этих вещей их отвлекут как раз вот такие активные игры нашего двора. Вот у меня старшему ребенку 9 лет. Ну вот, да, примерно 9 лет я провожу время на детской площадке. А за все это время, пожалуй, я видела только одну маму, которая, ну вот, захотелось ей поиграть с детьми в краски. Была такая у них игра. На эту игру подтянулись много детей, человек 10, наверное, точно разных возрастов. Но это вот один раз за 9 лет. Вот по вашему опыту, достаточно ли у нас активных родителей, чтобы они подхватили эту идею, и игры нашего двора стали регулярными? И, ну, хотелось бы, чтобы в каждом дворе... Ну, я начну. Мне кажется, родителей активных много, но не хватает какой-то вот такой детонации, какого-то такого стимула им об этом напомнить. Потому что, когда выходят такие папы, настороженно смотрят, что происходит, а когда ты говоришь, слушай, помоги, вот, ну, давай ты займись канатом, или давай мы расставим круг для гонки на тюбингах, а когда он берет тюбинг, и ему сын кричит, давай, папа, быстрее, он бежит, и он вовлекается в это, он перезагружается. Он по-другому начинает смотреть на своего ребенка, на соревнования. И он понимает, что это все, в общем-то, не зазорно, и стоять там, не знаю, курить где-то у угла дома, ну, может, это менее интересно, чем вот так провести время и стать, ну, не знаю, авторитетом для своего ребенка, с которым на тюбинге ты выиграл этот заезд. Команда уже. Да, ты уже команда, ты уже где-то у вас общая цель, и он смотрит на своего отца по-другому. И отцов и матерей достаточно, но им нужно об этом напомнить. Вот наша задача, и почему мы шагнули сейчас вот в другие города, с тем, что, ребят, мы напоминаем, мы, может, в этом дворе больше... Есть дворы, и мы вот знаем по Краснознаменску, где я также депутат, мы все говорим, вот это двор, извините, уж такой вот пьяный двор. Вот там люди ничего не хотят делать. Вот им площадку... Но когда там меняется атмосфера, появляется спортивная площадка, туда приходят из соседних дворов ребята, а ребята, живущие в этом дворе, видят, что можно, оказывается, вот заниматься на тренажерах, подтягиваться, быть крепким, подтянутым. И это немножко меняет культуру этого двора. Так вот, вот эти игры, они меняют культуру времяпрепровождения, культуру организации досуга. А я, как председатель комитета по образованию, культуре и туризму, ну, вот это нам прямо наш профиль. Бальзам на душу. Бальзам на душу. Виталий, вот ваш опыт подсказывает, да? Олег Александрович нас сейчас не обманул. Сказал все как есть. Да, я думаю, что совершенно так, потому что действительно, просто нужна вот эта искорка, как он сказал, все правильно говорит, детонация, нужна поддержка. Родители, они устали, но они знают, что этим надо заниматься. И вот, когда они видят, что им идут навстречу, им помогают, это имеет место, так скажем, очень важное в жизни этих родителей. Ну, вопрос следующий такой будет философский. Ну, в принципе, время-то с детьми мы проводим. Ну, психологи это называют неконструктивно. То есть все сидим в телефоне, все смотрим телевизор. То есть общения-то, по сути, между детьми и родителями нет. Как вы думаете, почему это гаджеты виноваты? Не знаю, ритм жизни современный не такой, как был, например, в нашем детстве у наших родителей. Почему мы разучились, ну, по сути, проводить время вместе со своими детьми? Ну, это вопрос, по-моему, такой глубокий философский. Нужна передача на 2-3 часа. Да, отдельное ток-шоу, а это можно обсуждать, рассуждать очень много. Но изменился, конечно, мир, ритм там. Я тоже, у меня взрослая дочь, я видел, как она готовилась к ЕГЭ. И, конечно, это, ну, время очень тяжелое. Мы раньше, я вспоминаю, учились по-другому. Я думаю, мы же все время были во дворах, играли в футбол, и нам хватало времени сделать уроки и получать пятерки. Меняется мир. Но, с другой стороны, организация, ну, мы же сами понимаем, если у тебя есть задача с утра, ты хочешь сделать зарядку, ты найдешь для этого времени. Если, наоборот, выходные сложнее сделать, потому что у тебя вроде времени много, и его ни на что не хватает. Поэтому дисциплина, вот этот вот, не знаю, тайминг, организация себя очень важна. Если родители видят, что ребенок, нельзя вроде идти на улицу, много уроков, но ребенок побегов, получив кислород, он быстрее сделал уроки, он лучше уснул, он больше поел, он больше включился в процесс. Здоровенький будет. Да, и здоровье больше. Это, они понимают, что по-другому можно организовывать ребенка. Особенно в зимние каникулы. Ну, зимние каникулы, это вообще у нас в России, к сожалению, опасное время для взрослых, и в том числе для детей, которые сидят дома, и можно у телевизора, телеканалов много, можно смотреть его целый день, переключая, не оторваться. Так вот, нужно найти, дисциплинировать себя, и выйти вот на час-полтора, и тогда весь день изменится. Да, и люди, кто занимается здоровым образом жизни, зарядкой по утрам, он понимает, что сделал ты зарядку, у тебя по-другому весь день сложится. И вот это как раз об этом. Да, я хотел немножко допомнить, Олег Александрович, да, абсолютно соглашусь. Вы спросили, почему комфортнее сидеть за гаджетом. Вы как бы вместе, но за гаджетом. Потому что со временем общества люди, все мы, и в том числе и я, мы все привыкли получать стимул. Все-таки, используя современный гаджет, мы можем получить много информации. Это уже стимул сидеть, использовать это устройство. В играх «Наш двора» мы дополнительный стимул, когда включаем, что за участие в каждом конкурсе ребенок получает либо сувенир, либо сладость, либо чай. То есть мы создаем, так скажем, на данный момент искусственный эффект интереса у ребенка, а потом он уже вовлекается в игру и понимает, что интересные игры есть не только на компьютере. Потому что мы привыкли получать стимул от всего уже в современной жизни. Там, да, быстро, легко и просто. Вот, Виталий, не могу не спросить, у вас достаточно большая сфера деятельности. Да, вы помощник депутата Олега Александровича, вы сам являетесь депутатом. Многодетный отец, да, общественной деятельности много. Как все успеваете, как находите в себе силы еще на игры нашего «На двора»? Ну, если вкратце, это тоже философский разговор, но с Божьей помощью только если. Потому что, действительно, если бы я перечислял, чем я еще помимо всего этого занимаюсь, надо думать, откуда у меня время, честно сказать. Бывают такие мысли. Но находятся. Ну, находятся, да. Наверное, дорогу осилит идущий. Наверное. Вот тут можно сказать так. Наверное, я очень желаю. Действительно, игра «На двора» для меня очень глубокое и желанное хобби, которому я готов посвящать большое количество времени, средств и сил собственных. Наверное, поэтому получается. На самом деле, сегодня очень приятно слушать об играх нашего «На двора» именно от отцов. Потому что так уж у нас как-то повелось, что в основном детьми занимаются мамы. Даже не только те, которые являются домохозяйками. И я так понимаю, что еще одна из целей «Игр нашего двора» – это вовлечь пап во все это происходящее. Вот как с этим? Во-первых, почему такая историческая несправедливость? Почему папа у нас более оторвана от детей получается? А если, во-вторых, вот как папу удается раскачать? Ну, здесь, наверное, папа всегда считается главой семьи. Он зарабатывает деньги. На нем, не знаю, забота о машине. Он должен что-то там в гараже делать. Он должен какой-то физический труд выполнять. А мама больше… Вы прямо как мой муж сейчас говорите. Да, мама больше связана с воспитанием. Но, с другой стороны, вот час такого времени, проведенного с ребенком, важнее, чем, там, не знаю, три часа совместного сидения у телевизора. Потому что общее дело, оно объединяет. И вот я тоже, вы сейчас говорили о детях, даже каникулы. Мы всегда в каникулы, когда собираем зимние каникулы семьями, придумываем, а что можно сделать. Хочется интересно провести время. И мы, конечно, придумываем игры на, там, 10 человек, 7 человек, сколько у нас соберется. Но здесь как раз, здесь не нужно объединяться семьями, здесь нужно просто выйти во двор. Выйти во двор и увидеть своих единомышленников. Вот этот старт, который мы постарались дать в Кубинке, часах, в Нарафаминске 8 числа, и будем 17-го в Апрелевке это делать, это как раз мы вбрасываем и смотрим, что будет дальше. Где-то не подхватят. Заставлять никто никого не будет. И мы заставлять не будем. И когда мы приходили ко времени во двор, например, мы видели там изначально 30-35 человек. Ну, вот Виталий, как опытный человек, говорит, подождите, подождите. Сейчас и будет. Все любят опаздывать. Все же смотрят в окно. А может, нас обманули, а может, ничего не будет. Потом смотришь, ручейки людей потекли, дети вовлекаются. И вот без особой рекламы 200-250 человек вот на всей этой большой площадке, каждый выходной, впервые во дворе, где мы проводили, они все равно присутствовали. А будет и больше, и важно, чтобы это подхватили сами родители. Вот сказали в одном из репортажей аниматоры, а мы как раз говорим, мы не аниматоры. Мы показали, что и вы занимаетесь. Вот. А можно это, а можно это. Где-то был квест дополнительно. Где-то принесли, как в Кубинке, там эстафету, вот какую-то такую анимацию, хороводы сначала с малышами водили. Это все зависит от самих родителей. Нам говорят, а мы делаем праздник двора. Я тоже много присутствует, поддерживаем и материально праздники двора, но это больше художественная самодеятельность. Но там действительно аниматоры. Да, и аниматоры, и больше поют люди, а другие смотрят, они больше занимают пассивную позицию. Игры нашего двора, это больше физкультура, это вовлеченность всех участников, кто хочет в этом участвовать. Это такой семейный досуг. Согласны, Виталий, с Олегом Александровичем? Да, согласен. Хотел бы давать про папу. Конечно, папа – наши локомотивы. Абсолютно понятно, что на них лежит одна из самых важных частей. Но не умоляю за слух женщин, потому что женщины действительно у нас, ну, не обидитесь за эту фразу, они действительно иной раз как тяглые лошади уже, мне их жалко, и хотелось бы тоже их поддержать. Наш проект в том числе нацелил на то, чтобы отцы вовлекались в семейную жизнь, потому что любая помощь, даже в бытовом плане от пап, ну, это существенно. Бесценно. Да, это существенно. Поэтому, когда папа присоединяется, ну, это большая такая наша душевная радость, что проект живет, и что его поддерживают не только мамы, которые, в принципе, часто с детьми, и наши любимые, так скажем, жены, которые дают нам наших детей, но и отцы, которые действительно очень сильно заняты, ну, и находят минутку делить своим детям, своим женам. А я предлагаю еще ненадолго вернуться в недалекое прошлое и посмотреть, как игры нашего двора прошли в Голицыно. Внимание на экран. Чего себе! Моцерство лазь! Ничего себе! Хочешь прыгать через канат, а хочешь участвуй в забеге в мешках. Игры нашего двора теперь в Голицыно. Здесь нет профессиональных аниматоров, только родители с детьми. Сами организовывают и сами играют. В этом и суть проекта – оторвать подрастающее поколение от гаджетов, а взрослых вернуть ненадолго в детство. Наш проект, он очень сильно отличается от любых проводимых мероприятий в городских округах. Тем, что это мероприятие создают сами родители для своих детей. Они им присылают заявку своего двора, они находят инициативных родителей своего двора, приглашают всех остальных родителей с детьми. И на самом мероприятии без аниматоров играют со своими детьми наши старые сессерские игры. Проекту «Игры нашего двора» уже пять лет. Их придумал многодетный отец Виталий Кузьмин. Создавал для своего двора. Но идея оказалась настолько удачной, что проект быстро стал городским. И вот теперь он пришел в Одинцово и на Рафаминск. Это игры на свежем воздухе. Мы просто помогаем организоваться. Это вы видели снежный бой, перетягивание каната, прыжки через канат, прыжки в мешках, эстафета. Гонки на тюбингах особенно вызывают большой интерес, когда папа и мама с детьми на тюбингах соревнуются друг с другом. И это помогает семье весело провести время. Игры нашего двора – это не только веселые соревнования на свежем воздухе, но и горячий чай с конфетами. А самое главное – общение, в которое вовлечены и мамы, и папы. Значит, еще одна цель достигнута. Вся семья в сборе и весело проводит время. Вот так всей семьей выбраться и собрать такую огромную компанию, команду веселых людей, которые вместе проводят время. Не знаю, кому это посел. Наверное, только Деду Морозу, который организовал этот праздник. И уникально тем, что много семей пришли всем составом. Мы пришли всем, все в нее пятером. И многие семьи также пришли, а это дружно. Следующие игры нашего двора пройдут в феврале в Одинцово. Чтобы присоединиться к проекту, достаточно проявить инициативу. Кураторы помогут организовать веселый праздник и в вашем дворе. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим об играх нашего двора. 8495, 508, 86, 84. Сдавайте ваши вопросы. Голицыно, Кубинка. Первые города Одинцовского округа, в которых прошли игры нашего двора. Почему именно они? Почему не Одинцово? Почему не Звенигород? Ну, здесь, так как это команда моих общественных помощников, которым тоже является Виталий, мы работаем в том округе, где я являюсь депутатом Московской областной думы. Это Нарафаминский городокруг, Краснознаменск, Молодежный и три поселения Одинцовского городского округа. Это Кубинка, Голицыно и Чесцы. То, что планируется в Одинцово, я двумя руками за. Я уверен, что Лариса Евгеньевна Лазутина, как депутат именно по Одинцово, поддержит этот проект. И включатся и депутаты местные. И я говорю, здесь задача, здесь никаких ноу-хау нет. Здесь все просто. Если хотят, если вот такая в хорошем смысле зараза пошла, то пусть это будет. И пусть идет по другим округам. Я, естественно, здесь коллегам только депутатам могу помочь. Я работаю по своему округу с теми людьми, кто меня избирал. И вот поэтому такие территории. Виталий, вот ваше впечатление от Игр нашего двора в Кубинке и Голицыно. Как прошло? Все по плану? Даже несколько лучше, чем был план. Сразу говорю, я с очень осторожностью относился к тому, как пройдут первые мероприятия в городах. Потому что они не слышали об этом проекте. Они только получали технические задания. О том, как надо собрать родителей, как надо организовать, как создать технические задания даже для афиши. Потому что все это надо было сделать с нуля. Действительно, у вас хорошие родители, которые нам очень сильно помогли. Я хотел бы поблагодарить в Кубинке организацию «Много нас». Это очень большая помощь была от них. А в Голицыно – это у нас организация «Счастье есть» и «Спорт» в Голицыно. Вот если бы не вот эти инициативные родители, ничего бы не получилось. Но вот он, так скажем, дана искра в этих городах. И я уверен, что это далеко не последнее мероприятие. Потому что, я думаю, что очень многие, большой процент родителей и детей ушли чуть более, но счастливыми после этого. А самое главное, ведь они же будут вспоминать потом всю жизнь, особенно дети. Да важно, что потом дети родителям в хорошем смысле надоедали, чтобы «пойдем во двор, поиграем вместе», и чтобы родители поняли, что это стало уже традицией. Понятно, что в будни и вечером, наверное, сложнее. Все заняты, ужин, уроки. Но суббота, воскресенье – это как раз те дни, когда можно выйти и два-три часа провести вместе. И когда у родителей это в хорошем смысле ритуал, традиция выработается, тогда в этих дворах жизнь будет кипеть, и наши дети будут дружнее. Меньше будет какой-то там подростковых отклонений. Это тоже очень важная работа. И семьи дружнее будут, в конце концов. И семьи дружнее будут, и дворы дружнее будут. Люди будут здороваться, узнавать друг друга. Их будут объединять вот эти совместные игры. Виталий, на всех афишах был указан номер телефона для связи с кураторами. Вот много ли обратной связи вы по итогу получили? Где просят в первую очередь организовать, помочь? Ну, первое, просто вкратце хотел сказать, что за этот уикенд более тысячи человек приняло личное участие в этом мероприятии, более тысячи человек. Потому что кто-то на местах, это начальники территориальных управлений помогали, были исполнители от администрации городского округа. Действительно была очень большая поддержка от средств массовой информации, это газеты, это телевидение. И этих людей не было видно, так скажем, в самом кадре, на самой красивой картинке. Это очень важно, потому что оповещение должно быть максимально. Это первое. А второе, извините, пожалуйста, повторите вопрос, чтобы... Много ли обратной связи поступило за вот это время? Да, извините, за что я немножко сбился. А вот в целом, я могу сказать, что позитивные обратные связи от этих трех мероприятий мы получили примерно от 50 тысяч человек. Если примерно понять, что количество просмотров, анализ комментариев, которые оставлялись, количество репостов и лайков. То есть это все очень важно, мы это все анализируем, потому что наш проект, он только растет и развивается, и мы действительно его будем корректировать под конкретных людей, конкретного поселения, чтобы это было максимально органично. Вот где просят в следующий раз организовать игры нашего двора? Ну, не хотелось бы называть города, вот. Ну, действительно, вот уже сказали, из Одинцова есть несколько заявок, есть из Венигорода, есть из Нарфаминского городского округа. Но здесь мы в любом случае будем идти через наши основные правила. Родители должны организоваться, они должны выбрать двор, они должны быть готовы, что это здорово, участвовать в жизни собственных детей. У нас даже есть такой лозунг, наши дети, вот это важно. А вот, может быть, дадите совет этим родителям, которые сейчас посмотрят, захотят тоже организоваться, как остальных родителей на это подбить, с чего начинать? Ну, у нас готово техническое задание. То есть, в принципе, достаточно к вам обратиться? Достаточно обратиться к нам в социальных сетях Олегу Александровичу или ко мне, вот, как это будет удобно. И мы поможем все организовать, у нас действительно все описано подробно, как мы все это делаем, то есть это многие годы формировалось, многие годы оттачивалось и справлялось. Сейчас у нас, конечно, это готовый проект, который без проблем понятен будет многим. Я думаю, технология простая. Если у родителей, которые хотят это сделать, есть знакомые, хотя бы соседи по подъезду, с кем-то они вместе там, не знаю, здороваются, вместе работают. Две-три семьи, если выйдут, начнут организовывать, к ним обязательно подключатся другие люди. Если нет таких людей, а вот очень хочется, тогда, как Виталий сказал, есть Инстаграм и Фейсбук, и можно написать нам, мы поможем оборудованием, поможем инвентарем, поможем с организацией. Но я думаю, что инициативные родители, неравнодушные такие, непоседливые, у них наверняка есть друзья и знакомые. И первое, что это надо сделать, две-три семьи, чтобы вышли и сказали, давайте с детьми выйдем, начнем играть. Не обязательно делать столько станций, зоны, площадок, как было вот у нас на празднике, а можно начать с двух-трех. И потом дальше смотреть, у кого какие интересы. То ли перетягивание канатов, тюбинги, то ли мини-футбол, то ли вот детишки бросают вот это кольцо такое недорогое, баскетбольное, они от этого испытывают большое удовольствие. Зависит тоже от возраста детей, чтобы организовать вот эти площадки. Но я так не могу не задать следующий вопрос. Да, я уверена, что и диванные скептики сейчас очень сильно интересуются вопросом. COVID-19, всем мы знаем, что сейчас ситуация непростая. Но я так понимаю, что у вас и с этой точки зрения было все продумано. То есть были какие-то станции. Ну, кроме того, что это на свежем воздухе, дети, еще и были станции, все это было разбито. Ну, во-первых, у нас сейчас и школы все работают, и дети, так скажем, общаются и в помещениях, что более опасно. Здесь свежий воздух, где-то минус 7, в эти три дня было минус 7, минус 8, минус 10 градусов. Настоящая зима, наконец-то. Да, настоящая зима. И зоны, в которых мы собирали людей, вот гонки на тюбинге, они постоянно в движении, то есть там нет столпотворения. То есть зоны где-то по 30, там 20, 40 человек, мы посмотрели на это, анализировали. Заразиться вот здесь, на минус 10 градусов, вот в такой обстановке, ну, гораздо меньше риск, чем там, не знаю, в магазинах и в каких-то помещениях. Вот. Но мы, опять же, мы хотели еще весной это начать, мы все лето ждали, но решили, что зимние каникулы, это как раз время общаться. Потом мы видим, сколько людей ходит по мероприятиям, да, сколько людей там на горнолыжных турортах, на катках. Они тоже рядом, все близко. Но здесь, я думаю, что небольшая вероятность для заражения. А вот иммунитет укрепить на свежем воздухе точно можно. Вот сначала проект был городским, да? Ну, скажем, сначала он был в одном дворе, потом он стал городским, теперь вышел на область. Куда дальше расти, куда дальше двигаться? Вот вы говорите, да, корректируйте постоянно. Какой рост планируется? Мы хотели бы сказать просто о нашем пока что пиковом мероприятии, которое было в Краснознамецке. Это участвовало 1700 человек. Примерно оно обслуживалось 150 родителями. Поверьте мне, это смотрелось очень органично. Наталья Александрович не даст оврать, он лично принимает участие в мероприятиях. И когда это просто невозможно посчитать людей, когда люди вокруг, ну, все чем-то занимаются, нет, не столкновение, так скажем, моральных людей, сидеть в пределе, там, благодаря участию спонсоров, у нас там бесплатная каша, может быть, или там сахарная вата, но это обязательно антураж мы используем, потому что, ну, это как мотивирует детей на участие в каждом конкурсе. То есть у нас уже есть опыт проведения больших мер 5. Это было, вышло 5% от населения Краснознамецка. Ну, это очень существенные цифры. Поэтому мы не будем загадывать вперед. На данный момент наш этап, это то, что мы делаем, и мы обозначили наши территории. Как дальше будет получаться, это уже покажет время. Вы знаете, еще важно очень, когда, я сейчас просто вспоминаю это большое мероприятие, родители сами предлагали. Я помню, я сам удивился, когда родители выставили приличные машины и предложили краски, которые не портят машины. И дети раскрашивали вот эти большие машины этими красками, сделали просто пестрый автомобиль. Вот если посмотреть фотографии с того мероприятия, я говорю, слушайте, а машины как? Да, это потом легко водой смывается. Но для детей это было целое такое вот творчество. Приключение такое. Приключение раскрасить машины там, большие внедорожники и прочее. Поэтому здесь очень многое зависит от самих родителей, кто что придумает и кто что найдет. А я думаю, что здесь безграничное развитие проекта, но, опять же, это каждый двор, каждые родители должны развивать сами. Наша задача и вот наше с вами общение как раз людям напомнить о том, что это может быть, что это интересно, это полезно для семьи, для здоровья. Направить. И вот немножечко я хотел тоже добавить. Если обратите внимание, на наших афишах есть как бы спонсоры, участие спонсоров, местных спонсоров мероприятия, это не денежное участие, ни в коем случае. Это для того, чтобы хоть как-то украсть мероприятия. Вот, например, вот, как Олег Александрович сказал, у одного, собственно, автомойка, он готов был предоставить машины, дети их раскрашивали там. У другого человека, например, кофейня, они готовы нам предоставить чай, например. Ну, там, и вот дальше фантазия, она может развиваться. Ни в коем случае мы не берем средств с спонсоров на местах, ни в коем случае. Но они как-то должны украсть мероприятия для детей, потому что, ну, антураж, он никуда не уходит. Это, конечно, все любят, чтобы все было красиво и вкусно, например. Ну да, покушать на свежем воздухе. Ну и получить конфеты очень важно. Конечно. Когда выигрывает одна команда, и говорим, дети, идите, получайте конфеты, для них это тоже, это же награды, это завоевано, заслужено, это не куплено родителями, это он сам завоевал, победив перетягивание каната. Это вот такая немножко игра, но уже такой серьезный подход к жизни. На самом деле в сюжет не вошло. Мальчик, который прыгал через канат, он прыгал очень долго и не слышно уже, но в конце ему говорят, слушай, какой ты молодец, ты так классно прыгал, иди возьми конфету. И побежал, хочется заметить, молодой человек за конфетой. Мы видели, ну, преимущественно зимний вариант игр нашего двора. Это тюбинги, ну, канат, наверное, может быть и летом. Вот летний вариант каков? Какой набор игр, чем предлагаете заняться детям и родителям? Ну, вот мы 10 раз уже повторяем, извините, но это еще раз повторю, это всегда зависит от инициативы родителей. Например, вот у нас, допустим, родители выносили это в местный инвентарь, гольф для этих. Вот тоже летние игры, а мешки в прыжках тоже используются. У нас популярен футбол, у нас популярен, даже в хоккей с клюшками, кстати, играют, они такие загнанные, как у крокета. Ну, масса игр, на самом деле, лета, это резиночки, классики, тот же больнг мы используем, баскетбольное кольцо. Есть вообще универсальные игры, которые используются и зимой, и летом, но и ограничения для игр невозможны, потому что у нас проведено уже больше ста мероприятий, и каждый родитель что-то предлагает, и каждый раз они это осуществляют в своих дворах, мы это просто помогаем, если там, ну, допустим, профинансировать что-то, или докупить инвентарь, мы это все делаем. Ну, игр, у нас есть положение, в котором описано много игр, в которых мы уже играли, но все сказать невозможно. Лучше принять, наверное, в этом участие. Можно любое предложить. Даже просто палочки лошадки, голова лошадки и палочки, просто дождите им скакать, это им тоже. Ну, надо на перегонке скакать. Кстати, а в городке никогда никто не играл? Вы знаете, вы не поверите, я мечтаю пять лет уже об этих играх, именно о городках, но мы ни разу еще городки не проводили. Ни разу. Ну, может быть, это более сложно с организацией, это расстояние, это установка. Здесь в основном игры, которые очень быстро организуются, очень много людей может участвовать. А так, конечно, это можно, если сделать зону городков, я думаю, что интерес будет. Интерес будет в чем угодно, повесить просто дартс и устрой соревнования, начни записывать, и все, и люди будут летом играть. Главная атмосфера, которая царит вокруг, атмосфера очень даже располагает. Вот мы сейчас начали играть, я начну вспоминать, чтобы не забыть, у нас был, один из родителей привозил огромный бассейн, в который, знаете, шарик катается, ребенок по бассейну. Такие игры были. У нас был от одного фитнес-клуба армрестлинг для отцов. То есть, на самом деле, очень много таких необычных игр, но это все, это игры нашего двора, это инициатива родителей, поэтому... В каждом дворе свои игры. Спасибо большое, Виталий, спасибо большое, Олег Александрович, напоминаю телезрителям, что если вы хотите, чтобы игры нашего двора прошли у вас во дворе, для этого достаточно найти в социальных сетях кураторов проекта, задать им интересующие вас вопросы и, в общем-то, самое главное, это инициатива и желание. Спасибо большое всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok